На здоровье не жаловался, встал в три утра и, как обычно, пошел на работу. Так описала сегодняшнее утро отчима Анна Иванова. Почему в разгар дня 42-летнему водителю пассажирского автобуса стало плохо, предположила. Жарко в автобусе постоянно, плохо становится. Из-за этого он мог просто упасть и не понять из-за чего. До этого он жаловался на состояние здоровья? Нет, до этого он не жаловался. Резко ухудшившееся самочувствие, по предварительной версии, следствие и стало причиной массовой аварии на улице 70 лет октября. Пассажирский ЛИАС резко свернул с проезжей части на парковку, где смял 12 машин. Как сообщают очевидцы, из кабины водителя вытащили без сознания. Сказать точно, что у мужчины случился приступ эпилепсии или прихватило сердце, пока нельзя. Сейчас врачи проводят все необходимые исследования, чтобы поставить точный диагноз. Он станет известен не раньше завтрашнего утра. Пациент нам поступил, доставлен бригадой скорой медицинской помощи. В приемном отделении проведен комплекс лечебно-диагностических мероприятий, после которого пациент был госпитализирован в отделение, где в настоящее время проводятся лечебные также мероприятия, планируется выполнение компьютерной томографии головного мозга. В настоящее время состояние пациента расценивается как удовлетворительное. В настоящее время диагноз эпилепсии не выставлен. Участниками аварии стали и 10 пассажиров автобуса. К счастью, никто из них не пострадал. Не обращались за помощью медиков и водителей скореженных автомобилей. В момент ДТП в салонах авто никого не было. В результате автоаварии водитель автобуса доставлен в больницу. Других обращений с медицинской помощью не поступало. В настоящее время сотрудниками госавтоинспекции проводится дальнейшая проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. И это уже не первое ДТП в Омске, которое происходит из-за ухудшения самочувствия водителя. 24 июня прошлого года в аварии на Сарапятском тракте, когда автобус протаранил груженый кирпичом КАМАЗ, погибли 16 человек. Все они ехали после рабочей смены и были сотрудниками птицефабрики. У водителя того же самого ПТП-4 за рулем случился сердечный приступ. Что стало причиной сегодняшней аварии, предстоит разобраться в том числе и надзорным органам. В пассажирском предприятии спустя год снова сотрудники прокуратуры изучают документы. Транспортникам, к слову, придется ответить и перед владельцами скореженных легковушек. По мнению экспертов, возмещать ущерб предприятию придется, вероятно, из собственных средств. Все автобусы здесь застрахованы, однако страховой суммы может не хватить. Среди пострадавших 11 иномарок и нанесенный ущерб может превысить полтора миллиона рублей. Анна Кокорина, Павел Манжос, 12 канал.